Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами профессор маркетинга в Метрополитенском университете города Денвера, США. Это Анжелика Бау. Здравствуйте! Здравствуйте! Анжелика Бау – профессор кафедры маркетинга, чья деятельность преподавателя высшей школы началась в России во Владивостоке. Затем Анжелика переехала жить в США, где продолжила строить карьеру педагога и исследователя. За годы работы в Америке доктор Бау опубликовала более 30 научных статей и вывела свою преподавательскую деятельность далеко за рамки Денверского университета. Ее лекции слушают студенты Индии, Китая, России и других стран. Мы с вами находимся в стенах Дальневосточного федерального университета. Забегая вперед, можно сказать, что стены эти для вас практически родные. Да, в какой-то степени, да, можно сказать, родные, потому что закончила этот университет в 1986 году и уехала в Москву на докторскую программу в Плехановке. И это Государственный университет экономический в Москве имени Плеханова тогда был. Была одна из самых первых аспирантов по маркетингу, когда в то время даже сама не ощущала и не знала об этом. Просто судьба. Да, видимо, предчувствовали будущие перспективы этого направления. Да, потому что в то время было что-то новое, молодое. Очень хотелось поменять мир, не только свой, но и вокруг себя. И чувствовалось, что именно вот это новое дисциплино-направление действительно поможет людям, особенно потребителям и бизнесу, и компаниям различным, то есть быть более успешными. Ваша научная и личная жизнь привели вас в Соединенные Штаты Америки, где успешно продолжается ваша профессиональная карьера. Расскажите, как и личная и профессиональная ваша деятельность обогатились тем, что вы сменили место жительства. Да, то есть судьба так расположилась, что мне пришлось уехать с красивого города Владивостока. В 1999 году мне пришлось стремиться сменить не только город, но и страну. И практически там все начинать с нуля. Сложная жизнь иммигрантов за границей. Мы представляем, что это красивая жизнь, но на самом деле это сложный путь, но возможный. То есть особенно для человека, который, помните, изменить мир. Change the world. Хотела продолжить преподавание, обучать маркетингу студентов. Ну, а в основном путь начинался с работы в банке в Денвере и, конечно, ночные лекции для студентов вечерами. И постепенно по ступеньке в университете Metropolitan State University in Denver, где я построила свою карьеру. То есть очень хороший университет, там много коллег, которые понимают и поддерживают. Много возможностей, где можно реализовать себя в исследовании. Вот поэтому, конечно, вот все сложилось. Как я понимаю, маркетинг – это такая дисциплина очень прикладная, да? То есть эти исследования должны, так сказать, идти дальше в жизнь. Вот ваш опыт как практикующего специалиста и ваш опыт как ученого-исследователя, каким образом он сочетается? Есть ли взаимодополняющие какие-то моменты? Как вы расставляете приоритеты в этой ситуации? Да, то есть вы абсолютно правы подчеркнули, что маркетинг – это практика. Это нужно быть в курсе событий и знать, прежде чем выйти на аудиторию студенческую и объяснять. Поэтому здесь, когда я работала в Владивостоке, я также преподавала в Дальневосточном институте советской торговли и также работала в банке специалистов по маркетингу. И в то время это, да, и Рыбанк был, то есть много было практических моментов. И когда я уехала, уже практические навыки были достаточно успешные, то есть там тоже пришлось. И преподавание в университетах Америки, вот в тех университетах, в которых я работаю, уровне, там обязательные требования, то есть публикации, научной работы совместно вместе с преподаванием. То есть конференции, научные исследования, работы с компаниями и различными организациями. То есть когда, приходя в аудиторию, это очень важно принести практические навыки. Наверное, немножко вот этим отличается американская система образования в университетах от, может быть, старой системы образования у нас в России. Поэтому я с удовольствием делюсь своим опытом. Я преподаю международный маркетинг, то есть моя специализация маркетинга, поэтому, конечно, это важно, иметь международный опыт и преподавания, и исследования. Я знаю, что также в вашей работе вы используете тот факт вашей биографии, что у вас была возможность понять особенности, скажем так, потребителей аудитории. И российскую, вы знаете, достаточно хорошо, и ваша, скажем, новая родина, американскую. И знаю, что вы студентам, вы здесь, в России, читали курс лекций, который был как раз-таки направлен на разницу восприятия, да, разницу поведения потребителя. Да, поведение потребителя, да. Это очень интересная такая область сравнения, потому что мы все разные. И, конечно же, изучая культуру и потребительское поведение, в каждой стране находишь что-то новое. И в этой ситуации мои лекции были направлены вот за последние два года здесь, в Дальневосточном федеральном университете. Это показать студентам различию американского потребителя и русского потребителя. А в чем вы видите ключевые различия? Это, вы знаете, это прежде всего в культурных различиях. Самое сложное вот именно в бизнесе – это понять культурные различия. Поэтому американские потребители направлены на потребительский образ жизни. То есть много времени проводят в поиске товаров, услуг, потреблении, определении качества или, скажем, там, ценовых различий. Очень ценят качество по сравнению, скажем, с российским потребителем, что фактор может другой влиять на потребительское поведение. Очень важный показатель американской потребительской системы – это индивидуализм. Принятие решений основано на моем желании. Не на желании, там, группы потребителей или, там, семейных каких-то основных традиций. Я считаю, что в русской больше культуре есть индивидуальные характеристики, но коллективистки присутствуют. То есть мы больше к семье ориентированы тоже. Это так, если вкратце, говоря о особенностях различий. Я хотела сказать, что студенты в Дальневосточном федеральном университете очень грамотные. Вот мои студенты, скажем, в Денверском университете, конечно, грамотные, но вот другая сторона – это практическое применение. То есть их интересует информация или, там, знания, которые получены в классе. Как они могут вот завтра применить это на практике? Как им поможет это устроиться на хорошую работу и получить хороший оклад? В этом университете студенты хотят получить знания, конечно же, но чтобы успешно быть в жизни. То есть изменить и поменять мир в какой-то степени. То есть немножко шире, чем просто получить зарплату хорошую. Это очень совершенно другой стимул к обучению и очень интересно обучать таких студентов. А если говорить и о других студенческих аудиториях, перед которыми вы, как профессор, выступаете время от времени, да, вы назвали такие страны, как Китай, Мексика, Индия, да, насколько я знаю. Вот успеваете ли вы в момент выстраивания взаимоотношений преподаватель-студент уловить какие-то вот специфические особенности вашей аудитории? Вы знаете, это вот моя самая главная задача и, наверное, самое главное удовольствие, которое я получаю от преподавания. Это находить различия и что действительно студент чем интересуется. И какое-то такое маленькое открытие по сравнению с теми студентами, которыми, скажем, я уже преподавала или с русскими, или американскими студентами, или индийскими студентами. Потому что у каждого молодого человека сейчас существуют разные цели. Но самое интересное, что так как у нас технологические разработки и больше-больше охватывают глобальные рынки, и доступ к нашим и телефонам, и телевидению, информации в целом настолько обширный, что я наблюдаю большинство, скажем, студентов этого поколения, или в Индии, или в Америке, или в Китае, имеют определенную единую тенденцию. То есть какие-то желания у них очень близки. Но, опять же, вот культурные традиции, семейные традиции, исторические традиции приводят к разнице студентов. Например, у меня вчера, и сейчас я веду курс «Международный бизнес», и там смешаны классы китайских студентов и русских студентов. И очень интересно, как они самодействуют друг с другом, как они помогают друг другу. Класс построен на деловой игре переговоров международных, где китайская сторона покупает русское оборудование, так вкратце. То есть они очень хорошо вписываются и обучают друг друга каким-то определенным культурным и деловым традициям китайской культурной жизни и бизнеса. И русские студенты помогают, то есть китайской стороне понять русские деловые традиции. И это замечательно. Я вот последние 4 года приезжаю в этот университет, и я вижу, как они больше и больше происходят, интернализация программ. Потому что открытый порт Владивосток, нужны специалисты, которые будут понимать международные отношения, маркетинг, менеджмент. Это действительно большой прогресс и радует. Если говорить о вашей преподавательской деятельности, вот я заглядывала в ваш профайл, назовем это так, на сайте университета Деннера, и там есть такая фраза, что преподавательскую деятельность вы считаете своей миссией. То есть это не просто некое трудоустройство, да, говоря бытовым языком. Вы действительно вкладываете в это некое понятие миссии. Скажите, когда к вам такое понимание пришло, и как вы сейчас для себя означаете такую деятельность? Вы знаете, да, это пришло не так давно. Наверное, когда уже опыт появился, и когда почувствуешь, получаешь отдачу от той работы, которую делаешь, я считаю, что в моей деятельности больше преобладает преподавание, я отношу душу, чем даже в исследовании. И поэтому, конечно, преподавание – это миссия. Мы, наверное, знаем, что быть учителем – это не каждому дано. Поэтому преподаватель – это комбинированное сочетание учителя, понимать студента, характер, необходимость, настроение. Меня, кстати, очень хорошо этому научили в Америке. Они действительно учат преподавателей чувствовать студента, что необходимо ему в этот момент, даже настроение. Для меня сначала было очень необычно. Вы знаете, как это я должна прислушиваться, да? Но постепенно перестраиваясь в методику преподавания, если вы действительно понимаете, студент – интерес, потому что все разные, на разных уровнях знаний, на разных настроениях, состояниях здоровья, если хотите, семейного бэкграунда. Если вы их понимаете и отвечаете ним, вот эта отдача, она очень-очень чувствуется и легче без стрессов для них и для вас. Мой, наверное, заключительный вопрос с этим вопросом. Хочу выйти за рамки университета, коснуться города Владивостока. Вот сейчас у вас отношения с нашим городом на расстоянии, да, что называется? Да. Как они складываются? Чем вам дорог современный Владивосток? Чем вам помнится тот Владивосток, который вы когда-то покидали? Очень хороший вопрос, потому что я все время задумываюсь о нем, особенно когда живешь далеко. И самое любимое, и вспоминание запомнился красотой. Город всегда запоминается красотой морем, закатами, красивыми бухтами, суда стоят, причалами. В то время природа, ну, она и сейчас существует, украшение города. Люди, наверное, тоже очень важны. Вы знаете, у нас особые люди, они очень добродушные. Это очень приятно, вот запоминается. Студенческие годы, конечно, кто забудет, и бурная, занятая жизнь студента. Сейчас, конечно, изменения мостов, строительства, домов. Очень приятно видеть, что люди переезжают в новые квартиры. Архитектурное строение очень изменилось, потому что действительно каждое здание, которое сейчас построено, оно отличается друг от друга. Тогда у нас достаточно было однообразное. Типовая застройка называется. Типовая застройка, правильно, да. Ну, море, оно красивое. Я выбегаю здесь в кампус, красивый кампус университета, и по утрам бегаю по набережной, и получаю огромное удовольствие. И, по-моему, не только. У нас конференция сейчас проходит, международная исследовательская, и представители, преподаватели с разных университетов, и Китая представители, и Москвы, и Ленин, и Санкт-Петербурга. И мы с ними вот гуляем, и действительно, они все подтверждают, что такой красоты и сохранения именно красивого города они нигде не видели. Я с ними абсолютно согласна. Спасибо вам за приятные слова в адрес Владивостока. Благодарю вас за этот разговор. Желаю вам успешно находить общий язык с вашими студентами. Спасибо. Информацией и опытом. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.